Наука. Дорогие друзья, 18 часов и 41 минута почти. Вот сейчас 18-41 минута, и мы продолжаем вашу любимую передачку про науку. Меня зовут Свизильбер, и мы сегодня поговорим про антиматерию. Дело в том, что эксперименты на коллайдере, возможно, дадут нам ответ на вопрос, куда исчезла антиматерия во Вселенной. Но антиматерия — это такая теоретическая гипотеза, что общей массы всего космоса гораздо больше, чем материи, которую мы видим. Что есть еще некая антиматерия, существование которой пока не доказано. Но там получается протон отрицательно заряженный, электрон положительно заряженный. И при столкновении материи с антиматерией вырабатывается энергия. То есть они друг друга уничтожают. И почему же наш мир в конечном итоге состоит из материи, а не из антиматерии? Вот на этот вопрос пытались дать ответ физике из ЦЕРН, где расположен большой адронный коллайдер. Они провели новый анализ результатов эксперимента десятилетней давности. И это исследование, как сообщает издание Space, приблизило нас к пониманию того, почему наш мир состоит не из антиматерии, а из привычной материи. Ну, по большому счету, ответ простой, потому что материя оказалась больше, чем антиматерии. Ну, а теперь мы побольше углубимся в эту тему. Дорогие друзья, на связи с нашей студией хорошо вам знакомый астрофизик и писатель-фантаст Песах Амнуэль. Песах, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Антиматерия. Вот давайте, я не знаю, вот насколько я понимаю, это отрицательный протон и положительный электрон, который в него вращается. То есть полная противоположность строению атома материи. Вот объясните, пожалуйста, что это такое и почему такая гипотеза родилась вообще? Ну, вот вы говорили, что хороший ответ – это почему материя больше, чем антиматерия. Ну, просто потому что ее больше. Вот как раз в этом и проблема. Почему ее больше? Так. Не только ее больше. На самом деле антиматерии в нашей вселенной просто нет. Потому что иначе, как бы то ни было, частицы антиматерии. Допустим, звезды, какая-то звезда состоит из антиматерии, а другая звезда из материи. Вот они сталкиваются. В этом возникает такая вспышка, которая видна будет на противоположном конце вселенной. Потому что вся энергия двух этих звезд, то есть вся масса двух этих звезд, она полностью превращается в энергию по формуле, вот этой самой формуле Эйнштейна, Е равно МЦ квадрат. И вся масса переходит без значения. Ну, там она, не знаю, уже переходит через различные процессы с появлением нумизонов и так далее. Но к результату, там буквально за секунды, все излучается в виде света. И если бы это происходило достаточно часто, а должно происходить достаточно часто, если антиматерии много, мы бы, конечно, это видели. Да. И даже в нашей галактике, тем более, значит... Но этого нет. Вообще нет таких, такого, по вселенной. И мы знаем, что наша Вселенная состоит вся из этой самой материи. Почему это странно? Да потому что, когда произошел большой взрыв, по идее, должно было возникнуть равное количество вещества и антивещества. Просто в тему закону сохранения физики. Физики, самые главные законы, это законы сохранения и симметрии. Так. Сохранение материи, вещества, энергии и так далее. И симметрия. Когда, если физический закон, форму, вот скажем, физического закона, изменить там знак, то ничего не меняется фактически. Форму действительно. Так. Она симметрична. Относили все законы физики симметричны. При пространственном повороте и при временном. Если изменить движение из прошлого будущего наоборот, то опять же ничего в физике и законах не меняется. То есть, по идее, когда возникала Вселенная, вот этот вот шар, возникший огненный, плазменный шар, он был в равной части состоят из вещества и антивещества. А поскольку это же был Попнера шар, то все сразу тут же бы аннигилировало. И Вселенная просто в первую же секунду она исчезла. Опять бы все это превратилось в энергию. Вся, да. Сейчас наша Вселенная просто бы представляла собой такой вот световой шар. И все. Больше ничего. Но мы видим совсем другое. Мы видим, что вещества во Вселенной полно, а антивещества нет фактически. И вот это один из самых главных вопросов современной физики. Вот поэтому, собственно говоря, на коллайдере и попытались ответить. Потому что в законах физики, теории, точнее, квантовой теории элементарных частиц, все-таки поступают определенные несимметрии. И вот основная квантовая теория, она не совсем симметрична. Некоторые частицы в некоторых случаях, в некоторых взаимодействиях, оказываются несимметричны друг к другу. Но это получается очень редко при определенных реакциях. И поэтому нужно набрать статистику, чтобы понять, почему происходит это. Но мы это все равно... Все равно существование этой антиматерии, этого антивещества, это всего лишь гипотеза. Мы же не доказали и ни разу нигде не обнаружили ни одного атома такого. Почему? Атомы антивещества мы не только обнаруживаем, мы их создаем. А, то есть мы их даже создаем в... Конечно. Атомы антиводорода давно уже умеют создавать. Просто это очень сложно, ее требует очень много энергии. То есть это получается... Самая большая проблема, когда вы создаете в том же коллайдере. Но это самый простой атом, где один протон, один электрон. Ну да. Вот антиатом водорода и атом антиводорода. Их нужно немедленно, после того, как они возникли, отъединить друг от друга. Потому что они тут же будут стремиться взаимодействовать и просто опять превратиться в энергию. И это очень сложный процесс, который трудно... Но тем не менее, его осуществили. Атомы антиводорода известны. Ну вот, эксперимент, который уставился в коллайдере. Его, собственно, ставили не для того, чтобы на эти вопросы ответить. Они изучали мезоны. Но сейчас, через 10 лет после того, как эксперимент провели, они заново определили кое-какие параметры. Именно вот с этой точки зрения посмотрели. И оказалось, да, что действительно некоторые мезоны, возникающие в этих разных процессах в коллайдере, они показывают некую несимметрию. Пока еще не такую большую, но это дает все-таки надежду. Разве существует все-таки несимметрия, то можно будет попробовать объяснить эту общую несимметрию природы. Плюс к тому, что к этому оказалось, что и астрофизика дает попытку такую на это просто ответить. Потому что если симметрия была в самом начале, а сейчас вот с помощью телескопа Веба, мы уже видим на такие расстояния, которые несколько сотен миллионов лет, миллиард лет после большого взрыва. Это очень давно-давно. Если была когда-то несимметрия в самом начале, то мы уже должны, вот наблюдая галактики, какие-то формы несимметрии обнаружить. Их действительно в последнее время обнаружили. Я долго рассказываю, какие именно несимметрии, но они связаны со структурой галактик. Вращаются ли галактики в одну сторону или в другую. А может ли быть такое, что где-то существуют галактики, полностью состоящие из антивещества? Ну, теоретически может быть, но это очень маловероятно. Потому что, опять же, когда мы смотрим далеко-далеко, скажем, 13 миллиардов световых лет от нас, то плотность Вселенной тогда была достаточно велика. И столкновения между вновь рождавшимися галактиками и вновь рождавшимися звездами, они были гораздо чаще, чем сейчас. Если бы тогда происходила антивеяция, а если бы была антиматерина, то бы они непременно происходили. То бы мы бы сейчас, вот с помощью того же ВЭБа или других телескопов, в том числе и наземных, мы бы это видели. Но мы этого не видим. Мы видим только небольшую разницу в форме галактик. Очень далеких. Чего-то быть тоже не должно. При полной симметрии. И вот это небольшое открытие в астреофизике и небольшое открытие в теле элементарных частиц, точнее, в наблюдениях элементарных частиц. Вот оно последней неделе выдало две статьи на эти темы, которые вдруг неожиданно после долгого затишья дают какую-то надежду на то, что все-таки удастся объяснить, почему Вселенная у нас состоит из вещества, а не из антивещества. А насколько большая эта симметрия? Примерно можно оценить там в процентах? Ну, это доля процента. А, это доля процента все-таки. То есть это не то, что там материи на 30% больше, чем антивеция? Нет, это доля процента в свойствах элементарных частиц и в формах галактик. Это небольшая разница. Но статистически значимая, вот это самое главное. То, что материала оказалось достаточно много, чтобы можно было статистически его обработать. Если бы было два таких случаях или три, то трудно было бы что-то сказать, тем более о долях процента. А когда их тысячи, тогда уже можно сделать более определенные выводы. Ну, что ж, очень интересная тема. Наверное, одна из самых интересных и захватывающих тем. Просто удивительно, что мы вот так вот прям можем оценить количество антивещества во всем космосе. Это тоже, в общем, меня поражает. Ну, это как раз достаточно просто. Просто смотрите вокруг, и вы не увидите этих самых вспышек, негаляционных, которые должно было быть много. Это проблема в астрофизике и в космологии существует уже много лет. Давно известно, что во Вселенной практически нет антивещества. Только сейчас мы уже получили какие-то намеки на ответ. Ну что ж, большое спасибо, Песохам Нуэль, астрофизик, писатель-фантаст. Большое спасибо. Я благодарю за эту очень интересную беседу. И до новых встреч. Нам космос постоянно подбрасывает какие-то очень интересные темы. Большое спасибо. Пока-таки все много. Большое спасибо. И всего доброго. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...